Гость на радио. Русский Берлин. Добрый день, друзья! Дорогие, с вами я, Маша Кричевская. В студии сегодня со мной ведущая балерина Большого театра Кристина Кретова. Кристина, доброе утро! Доброе утро, Русский Берлин. Я не знаю, или принеси печеньку все-таки. А я не откажусь! Хорошо, в паузе обязательно. Сейчас мы будем безжалостно рушить мифы о балеринах и о балете, хотя внешне Кристина вполне себе соответствует тому, что мы себе думаем о балеринах, как они должны выглядеть. Да, я знаю, что на самом деле все думают балерины, такое эфемерное существо, которое питается только шпинатом. Божья росоль и пыльцой цветочный. На самом деле все это не так. Балерины кушают, и довольно много они едят, потому что мы тратим огромное количество физической силы. Да, и у вас же, вероятно, какие-то многочасовые нагрузки, вам же нужно мясо! Да, вся наша жизнь. Вот с утра я проснулась, я позавтракала плотно, я люблю есть кашу, как и любой русский человек, овсяночку нашу родимую. А потом я иду тренируюсь часов, так, четыре. А потом у меня обед, но обычно на обед я кушаю салат или что-то мясное. Потом опять тренируюсь и ужин, конечно же. Таким образом, друзья, Кристина ответила сразу на четыре мои вопроса, которые я хотела задать, а именно, едят ли балерины что-то в принципе, как выглядел сегодня ее завтрак, распорядок дня с тренировками, до свидания, Кристи. Нет, нет, нет. Побудете еще немножко с нами. Вот. Ну вот это, наверное, первый миф, да? И, наверное, такой самый главный вопрос, который страшно интересует всех, кто встречает живую балерину, не побоюсь этого слова, и пытается ее расспросить, что же балерина все-таки ест. На Ютьюбе есть прекрасный совершенно канал «Десять глупых вопросов». Там я все подробно рассказала. И вот они обычно выбирают людей самых разнообразных профессий. Балерины тоже не обошли вниманием. И вот как раз наш сегодняшний гость, Кристина, отвечала на вопросы. Действительно, вопрос о питании балерин страшно волнует всех. Я не считаю этот вопрос глупым. Я считаю, что этот вопрос абсолютно правомерный, потому что, ну, людям действительно хочется знать, как сохранять форму. Понятно, что это нагрузки, понятно, что это тренировки, и, наверное, природная предрасположенность тоже играет какую-то роль. Нет, на самом деле, конечно же, все правы. Мы придерживаемся какой-то диеты. Не существует диеты балерины, да, как все меня спрашивают. Расскажи нам эту диету балерины. Это просто правильное питание, правильное сбалансированное питание. Я могу позволить себе и бокал вина, и не один, так скажем, но я, допустим, никогда не наемся на ночь торт или какие-то булки, потому что я прекрасно понимаю, в первую очередь, я человек такой же, как и все остальные. И там, сколько бы я ни тренировалась, но с возрастом, к сожалению, вес прибавляется. И если в 20 лет ты не покушал два дня вечером, и ты уже минус там 4 килограмма, то сейчас уже это гораздо сложнее. Диета балерины. Нагрузка балерины в первую очередь. Вы сначала попрыгаете и поскочите столько часов в день, потом, мне кажется, вам, правда, не захочется никаких тортиков на ночь. Но, тем не менее, вегетарианство это все-таки не про балерин. То есть им нужно и белки, и жиры, и углеводы, и все должно. Животный белок у нас обязательно. Я не знаю ни одной балерины, которая бы не ела мясо. Ну, слава богу, с этим хоть разобрались. В одном из ваших интервью, кстати, когда вас спросили про вес, вы назвали цифру с точностью до грамм. То есть там вы взвешиваетесь, вам граммы вот тоже важны, да, не только килограммы. То есть вы следите прямо вот за этими последними, после последней цифры, еще после запятой вот этими всякими цифрами. Я вам скажу, когда я не взвешиваюсь. Я не взвешиваюсь, если я плотно поужинула. На утро я знаю, что будет прибавка в несколько грамм, поэтому, да, чтобы не портить настроение. Но на самом деле я слежу за весом, и то есть действительно, если 500 или там 300 грамм, для меня это значимый результат, там минус или плюс. Поэтому я все-таки стараюсь следить за весом, но абсолютно в нормальном. Вот как обычные люди, они же тоже все хотят выглядеть стройными и потянутыми, правильно? Конечно, покупают себе весы тоже какие-то точные, которые там мерцают, моргают, что-то показывают. А вас в театре специально взвешивают? Нет, к счастью нет. То есть контрольного взвешивания у вас там нет? Меня взвешивает постоянно мой партнер на поддержку. Ну правильно, чтобы не уронить. Слушай, ну ты сегодня стала полегче немножко, молодец. А, то есть вот так прямо они чувствуют? Конечно, они чувствуют. Но если партнер со мной танцует уже порядка, там, 10 лет, он прекрасно знает. Если я прихожу после отпуска, ну, я тебе еще дам пару недель. Войди, войди в форум. Нет, ну мне кажется, для вас это тоже важно, правда? Чтобы он не уронил с непривычки, не дай бы. А то он на один вес рассчитывает, а там совсем другой. Друзья, у нас в гостях сегодня ведущая балерина Большого театра Кристина Кретова. Правда, вот я сейчас открою маленькую, маленькую, ну, не тайну даже, почему-то не тайна. Нескольким коллегам я успела сказать, что к нам придет ведущая балерина, именно сделав упор на слово ведущая. И какую-то немножко ухмылку, усмешку, ну, до того, как я, конечно, имя назвала, потому что как-то говорят, все там ведущие. Это как главные инженеры на заводах. Все были главными инженерами, а все балерины ведущие. Но вы, Кристина, все-таки действительно ведущая балерина. Ведущая это балерина, которая... Которая ведет балет, главные партии танцев. То есть исполняет главные партии. Но вы ведь не сразу стали ведущей балериной Большого театра? Нет, конечно же, не сразу. Я в профессии уже именно в театре. Я нахожусь 16 лет. И, естественно, когда я... Вообще в театре? Вообще в театре. А в Большом? А в Большом это мой седьмой сезон закончился. То есть будет восьмой сезон. И когда я пришла после школы, после Академии Московской, где я училась, я пришла сначала в Кремлевский театр. Кремлевский балет. И я, естественно, была в кордебалете. Но недолго, два месяца. Ага. Да, то есть мой первый спектакль... Старик Державин их заметил. Да, через два месяца я станцевала Жизель. И вот так меня сразу перевели на сольную. То есть я была потом солисткой. Потом была первой солисткой. А потом уже стала ведущей балериной. То есть солистка. Сейчас у нас будет небольшой ликбез для всех не сильно продвинутых знатоков балета. То есть солистка и ведущая балерина – это разные люди. Разные вещи. Солистка может исполнять корифейские партии. То есть где танцуют четыре девочки, допустим, вместе. Или шесть девочек вместе. Ага. То есть не одна. Да, а ведущая балерина исполняет именно главную партию в балете. А у солистки может быть партнер? Конечно, может. Это может быть под декатор, да, когда вот четыре пары танцуют вместе. Но если балерина на сцене одна, значит она ведущая. Ведущая или прима, да. Уже следующая ступень – это прима-балерина. Ах, прима еще выше, чем ведущая. Да, есть еще прима-балерина. Это такой экзамен. Потому что иногда ты находишься на положении солистки, но ведешь уже спектакли. А, допустим, нет места, чтобы тебя перевести. Или же рядом с тобой такие же люди, которые тоже достойны звания ведущей. Ты ждешь. А есть какая-то живая очередь? Конечно, есть. То есть прям списки, люди знают это? Или это негласно все? Это все негласно, да. Это все делает театральное руководство. И мы только узнаем уже, когда видим на доске свое имя. Вы переведены в статус ведущей-балерины. Это может каждый день произойти. То есть ты приходишь на работу, смотришь список. Нет, это происходит примерно два раза в сезон. Два раза в год. Не больше. Поэтому следующая мая... То есть руководство должно увидеть в балерине, в солистке потенциал стать ведущей, а в ведущей, соответственно, потенциал стать примой. А прим в театре может быть неограниченное количество? Или все-таки... В большом театре их девять. Это обязательное условие? Или их может быть сколько угодно? Или может быть одна? Одна точно не может быть, потому что мы даем в месяц по 26 спектаклей, поэтому одна балерина это никогда не выдержит. Но, в принципе, иметь звание примой балерины в большом театре, это, знаете, как получить... Ну, и такое сравнение, как звезду Мишлен. Когда ты ее получил... Да, прекрасное сравнение. И самое главное, что с этой звездой, ее удержать, правильно? Не потерять ее. То есть это такой статус, и я знаю, что некоторые шеф-повара даже отказываются от звезды Мишлен, потому что они хотят спокойно работать, они знают свой уровень. Так же и я. Я знаю свой уровень. Меня знают во всем мире, меня приглашают. И уже вот этот статус примой балерины, ну, получу, конечно же... Ну, вам же все-таки хочется. Конечно, хочется, да. Но, так скажу, легче получить, чем удержать. А можно потерять его? Нет, его нельзя потерять. То есть это все-таки не звезда Мишлен? Ты можешь его потерять в глазах своих фанатов, да, или поклонников. Но, в принципе, в театральном плане ты не можешь. То есть если ты прима, ты уже навсегда прима? Да, но вот я была в театре Кремлевский балет примой балерины, я достигла этого уровня. Потом я перешла на год театр Станиславского Немировича Данченко. Я тоже там была год прима-балерина. И когда я перешла в Большой театр... А, то есть эту приму свою нельзя забрать из одного театра в другой? Нет, нельзя. Ага, надо каждый раз по-новому себя доказывать. Я вам больше скажу, когда я перешла в Большой театр, я спустилась на три ступени ниже. Я была первая солистка. Но все-таки это был Большой театр. Это был Большой театр, да, и я знала, куда я иду. Было что терять с перспективой? Конечно же, конечно же. И сколько времени длилось от солистки до ведущей? По-моему, два года. Сколько потребовалось? Два сезона. И как это относительно вообще карьеры других коллег? Это быстро, это медленно, это нормально? Вы знаете, ну, у всех по-разному. Потому что я пришла уже будучи примой-балериной, да. Поэтому, как бы для меня это, в принципе, не было быстро. Но коллеги знали, что я танцевала спектакли, что я их вела. Поэтому для них это было нормально, что я достигла так быстро этого уровня. Друзья мои, Кристина Критова, ведущая балерина Большого театра у нас в гостях сегодня. Прервемся на маленькую музыкальную паузу. Я уверена, что у нас будет еще очень много открытий. Но одно из сенсационных открытий лично моих, связанных с персоной нашей сегодняшней гости, это то, что... Кристине нравится Светлана Лобода. Ура! И я думаю, этим она совпадает с огромным количеством наших радиослушателей. А говорит это исключительно о том, что балерины никакие не эфемерные существа, а нормальные люди. Танцует ли Кристина на дискотеках под музыку Лободы, об этом узнаем чуть позже. Ну а пока что суперстар. Собственно, это то, что объединяет наших героинь Светлану Лободу и Кристину Кретову, нашу сегодняшнюю гостью. Услышим друг друга через пару минут. Ну что ж, с Ариной и балериной попрощались. Грустная какая-то получилась песня. А с Кристиной и балериной еще раз поздоравуемся. Кристина, добрый день еще раз. Всем, кто только что подключился в гостях, у нас сегодня ведущая. Балерина Большого театра Кристина Кретова. Всем доброго, доброго дня. Мы развенчали несколько мифов уже в предыдущей серии нашего сериала о балете. В том числе и о еде. Да. И о пользе мяса для балерин. И о том, что они никакие не эфемерные существа. И я даже сказала, что ну ладно, принесу печеньку к чаю. И специально, практически из-за этого включила прямую трансляцию в фейсбуке, чтобы мы сейчас все вот сотни тысяч радиослушателей увидели, как Кристина ест печенье. Но до Кристины это печенье съели какие-то не балерины, которые обитают здесь в нашей студии. Поэтому эксперимент не удался. Но Кристина поклялась, да, что она ест печенье. Не, ну просто в разумных количествах, так скажем. Одну печеньку в детстве. Ну, сегодня не съела, поэтому завтра две. Я считаю, что это правильно. Друзья, балет. Редкий гость на радио. Но сами понимаете, почему. Очень сложно слушать балет. И вообще, мне кажется, вот мы советские люди. У нас очень странные ассоциации с балетом и с радио. Потому что если по радио звучал балет, вот это означало, что умер кто-то из членов Политбюро. Почему вообще вот такая традиция была? Вы знаете эту историю? Я не знаю эту историю, но я думаю, что русский балет, он впереди планеты всей. Потому что нас любит весь мир абсолютно. И, как сказали, что вообще балет вне политики, да. То есть, наверное, на этой почве, как бы, что политики никакой нету. Вот смотрите балет и наслаждайтесь. Но я вам хочу сказать, дорогие друзья, что балет смотреть по телевизору невозможно. Совершенно. То есть, я говорю человеку, ты видел спектакль когда-нибудь? Он говорит, да, вот я там смотрела по телевизору. Я говорю, приди один раз. Да мне это неинтересно. Приди и просто посмотри. Уйдешь после первого акта, если тебе не понравится. И люди приходят, и они просто обалдевают. Потому что сейчас такое огромное количество спектаклей. Ведь помимо «Лебединого озера» и «Щелкунчика», да, двух знаменитых спектаклей, которые существует масса. Евгений Онегин. И сейчас мы поставили новый спектакль Кристофера Уилдена «Зимняя сказка по Шекспиру». Я танцую там на шестом месяце беременности. То есть, по сказке. У меня накладной живот. Впервые я вообще танцевала, так сказать, беременной. Хотя, когда я была беременна, собственно, у ребенка. На самом деле. Я танцевала до четвертого месяца. Это можно вообще? Я не знаю, можно или нет, но я это сделала. А руководство театра было осведомлено об этом? Нет, был осведомлен только мой партнер, который в какой-то момент сказал, ты знаешь, уже как бы... Ну и муж, наверное. И муж, наверное. Ну да, конечно же. А врач мне говорил, ну куда ты уходишь? Иди танцую. Я говорю, знаете, меня уже никто не поднимает уже за 50 кг. Никто не поднимает и никто не понимает. В общем-то, наверное, так. Поэтому ходите и смотрите только в театр, никакого телевизора. Кристина, из того, что вы сейчас сказали, у меня сразу несколько вопросов возникло. Во-первых, вопрос первый. Вот сейчас модно проводить прямые трансляции в кинотеатрах. И это не только оперы, но и балеты. И поэтому... Это все-таки большой экран, это не телевизор, это огромный экран, это множество камер. Вы сами это прекрасно знаете. Вы видите это в театре, сколько камер с разных ракурсов направлено на сцену. И я знаю многих, кто говорит, слушайте, ну это настолько круто. Вот я иду, например, в оперный театр, я покупаю билет на горю, лерку, я смотрю вниз, я вижу какие-то скачущие точки маловыразительные, а тут мне показывают все. Я даже вижу складки на платье и текущую, например, не знаю... Патинку. Да-да-да, на экране. Конечно, на экране лучше. Не надо этого делать, действительно? Нет, но сейчас, конечно же, все шагнуло семимильными шагами вперед. И то, как снимают сейчас балет, конечно же, наш художественный руководитель, который сидит, да, бэкстейдж, и он смотрит в монитор, как все это же монтируется сразу. Конечно. То есть вот эти там, допустим, 15-20 камер. Обычно это лайв, да. Да, это все происходит только лайв. И он, конечно, говорит, нет, вы не то снимаете, это не это, это не то. То есть оператор должен в балете еще разбираться, наверное, нет все-таки, да? Я думаю, что вряд ли они разбираются в балете, потому что для них самое главное... Красивая картинка. ...каказать картинку, да, которая бы передавала. И то, как сейчас они снимают, это не сравнится с тем, как это было там, когда жил Сталин, да, и когда показывали это Лебединое озеро. Конечно же, если вы живете, я не знаю... Черно-белый еще при том, тоже нельзя забывать. Вы живете в Китае, и у вас нет возможности прилететь и посмотреть русский балет, конечно же, идите в Китае. Вот как раз у тех, кто живет в Китае, Кристина, есть возможность прилететь. Это сейчас неправильный был пример. Нет, конечно же, нужно ходить и смотреть это все, но если ты хочешь получить полное впечатление, для первого раза, вот если ты никогда не был на балете, ты должен все-таки прийти в театр. Тогда ты совершенно по-другому увидишь балет на экране. Ну да, потому что действительно существуют люди, которые, по принципу, я не читал, да, но мне не нравится, так же и с балетом, да. Многие считают, что это скучно просто по одной банальной причине, потому что там все молчат. Ну там ничего, и поэтому люди считают, что там ничего не происходит. Нет, на самом деле есть спектакль, даже в которых не нужно читать либретто, ты все понимаешь по хорошей игре актера. Потому что помимо того, что я там, извините, меня размахиваю ногами и руками, да, как многим кажется, самый популярный вопрос, о, ты балерина, а ты что, на шпагат умеешь садиться, да? Я помимо этого еще и актриса. Мне нужно передать свою роль. Допустим, Евгений Онегин. Я исполняю две партии сразу. И Татьяну Ларину, и Ольгу Ларину. Ой. Двух сестер, да. То есть я могу сегодня танцевать Татьяну, а завтра я танцую Ольгу. Две сестры, но абсолютно разные персонажи, разные характеры. И я должна донести... Тут актерское мастерство, конечно. ...до зрителя, да, что Татьяна была, в принципе, не заинтересована даже в жизни, да, а Ольга, наоборот, радовалась всему этому. И зритель это должен прочитать. И, я не знаю, ну, 10%, да, знают о том, как я вывернула пяточку, и правильно ли, на сколько градусов я подняла арабеск. Да, но все остальные 90%... Это вы сейчас на китайском что-то скажете. Арабеск по-русски-то ласточка. Вот. Так быстро. А остальные 90% им, конечно же, хочется получить все в совокупности и увидеть настоящий спектакль, настоящую трагедию, драму и так далее, да. А какой у вас, Кристина, главный аргумент для людей, которые говорят, я не хочу на балет, мне это неинтересно и вообще это скучно, вот главный аргумент, чтобы человек пошел все-таки в театр? Ты должен выбрать правильный балет. Вот это мой главный аргумент, который я всегда говорю. А как это сделать, если человек не разбирается? Обратитесь ко мне. Так. Кстати, я всегда отвечаю всем, у меня есть небольшая аудитория своя, да, там, в социальных сетях, и все мне пишут и задают очень разные и порой даже глупые вопросы. Ну, это нормально. Я понимаю, что для них этот вопрос совершенно не глупый, а он для них значимый и важный. Я стараюсь каждому отвечать на их вопросы. Поэтому, если вы не знаете, с какого спектакля вам начинать, напишите мне, и я расскажу все подробно. А вы не бьете за глупые вопросы, Кристина? Людей не бьете? Нет, не бьем. Нет. Может, я задам вам тоже глупый вопрос? Он волнует меня с детства. Вы не боитесь, вот когда вы начинаете кружиться, вы не боитесь упасть в оркестровую яму? Боюсь. У одной балерины Матильда Кшетинская это уже почти получилось. На самом деле мы сохраняем точку. То есть я смотрю примерно в одну и ту же точку и очень быстро, резко поворачиваю голову в нее же. В это время моя опорная нога делает проворот, а рабочая нога делает такое, называется фуэте ногой. Это дает именно быстроту поворота. И тем самым я не теряю свой контроль. И равновесие. И равновесие, если я продолжаю смотреть в одну и ту же точку. Но, конечно же, все это вырабатывается с годами. И ты тренируешь это изо дня в день. И сейчас я нахожусь в отпуске. И я знаю, что если вы меня сейчас попросите сделать фуэте, я упаду. Хотя у вас оркестровой ямы нет, но куда-нибудь на микрофон и точно. Я не попрошу вас это сделать по той простой причине, что это невозможно, поскольку плохо видят наши слушатели. Но мы обязательно сделаем фотографию. Кристина пришла к нам на одной ноге. Я уж не знаю, это опорная или ведущая, или как они там называют эти ноги? Вот левая, это как раз, да, опорная нога, на которой я стою и кручу то самое пуль. Да, которую прооперировали несколько дней назад в Берлине. Да, вот буквально во вторник у меня была вторая операция, потому что у вас здесь живет потрясающий доктор, который, кстати, имеет русскую жену-балерину. Ага. Да. Но он считается одним из самых лучших докторов именно по коленям, по суставам. И поэтому в прошлый раз, когда он мне сделал, я вышла на сцену через шесть недель. Ничего себе. Это просто кратчайший срок. Но сейчас вы выпрыгнули просто мне навстречу из такси, и очень меня этим удивили, честно говоря. Наверное, просто у вас у балерин какое-то особое строение костей. Нет, не в этом дело. Это, знаете, если, допустим, ты захворал там и заболел, и ты говоришь себе, ну, я сегодня плохо себя чувствую, я никуда не буду выходить из дома, я поболею еще три дня. То эта история вообще не про меня. То есть я сделала операцию, я проснулась через два часа, и я сразу начала разрабатывать ногу. Я звонила друзьям и всем говорила, что ура, я сделала, наконец-то, у меня будет еще одна здоровая нога. Я счастлива, я рада. Я только этим всегда себя как бы ободряю и поддерживаю. Работа моя слишком тяжелая, правда. Ее иногда сравнивают с шахтерской работой. И заставить себя каждое утро вставать, надевать колготки, да, специальные, и идти к станку для того, чтобы танцевать спектакль, для того, чтобы зритель получал удовольствие, а зрителю все равно, какое у меня сегодня настроение. Он заплатил большие деньги, да, и он хочет видеть искусство на сцене большого театра. Это никого не волнует там, да, какое у меня настроение. Программки не напишет. Кристина Крета в скобочках. Настроение не очень. Поэтому каждое утро я заряжаю себя только энергией, только позитивом. Ну и печенькой, как мы уже знаем, одной. Сначала кашка, но печеньку. Друзья, мы прервемся на маленькую музыкальную паузу. Слушать мы будем вовсе не музыку из балета «Лебединое озеро». Вообще, да, это плохой предвестник. Нет, 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 чур не нас. Юлия Паршута, вот такую исполнительницу выбрала сейчас сама наша гостья, Кристина. Почему тебе интересно, Юлия? Я с Юлей познакомилась не так давно и послушала ее новый альбом. И я просто влюбилась в ее музыку, в ее творчество, в ее песни, в ее харизму. И, не знаю, мне очень близки ее песни. Я вам всем рекомендую послушать. Это очень красивая музыка и голос. Мы послушаем песню «Лабиринты», которая давно уже находится в нашей музыкальной коллекции. Ну, а по рекомендации Кристины обязательно загрузим новый альбом Юлии и тоже будем слушать его на репите. Юлия Паршута в эфире радио «Русский Берлин». Через пару минут вернемся к нашей беседе с ведущей балериной Большого театра. Любитель российской поп-музыки в гостях у нас сегодня по совместительству ведущая Балерина Большого театра Кристина Кретова. Кристина, привет еще раз. Ну что ж, мы продолжаем задавать глупые вопросы, не очень глупые вопросы, ну и вообще беседовать о балете. Много выяснили мы нового, много для себя разъяснили непонятного. Но продолжаем. Кристина, смотри, вот у нас есть очень много людей, которые, мам, конечно, в основном, которые очень хотят записать своих девочек в балетные студии. У нас есть в Берлине, я не знаю, может быть, ты об этом тоже знаешь, наверное, количество балетных студий разного уровня, в том числе очень хорошие, которые... Классическая школа прекрасная. Кристина, особенно амбициозным мамам, особенно тем мамам, которые считают, что их девочкой, мальчик прирожденный артист балета, конечно, отдать туда ребенка. Ты в предыдущей серии нашего сериала сказала, что человеку все равно, который в зал приходит, какая у тебя выворотность, он хочет что-то красивое. Вот эта самая выворотность загадочная, она важна, нужно ли родителям дома крутить ногу ребенка, прежде чем вести его на просмотр? Нет, ну, конечно же, все это нужно, потому что из этого, из всего складывается сам танец. Конечно же, есть люди, которые разбираются и понимают в балете, их немало, так скажем. И выворотную пятку одни выворотные, они тоже могут отличить, да, ну что, косолапая выбежала на сцену. Поэтому, конечно же, азы должны даваться. Если бы у меня была дочь, у меня сыночек, я бы, ну, сто процентов бы отдала ей в балет, хотя бы даже, да, для... Вот, важно, для чего? Ну, понимаете, как, все-таки балет, он очень сильно дисциплинирует. 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 Дисциплинирует очень сильно. И потом, с детства ты получаешь прекрасную осанку. Ты уже понимаешь, как бы, в чем ты хочешь дальше развиваться, потому что это могут быть и актерское мастерство, да, ты можешь уйти в актрисы, телеведущие. Чем, кстати, я сейчас занимаюсь, потому что у меня есть свое кулинарное шоу, между прочим. Небольшая реклама. Где вы готовите шпинат с цветочной пыльцой? Вы, кстати, посмотрите, программа «Легкая еда» на YouTube уже есть, и я готовлю именно ту еду, которую ем сама я. Вот мне, кстати, недавно сказали, что... Было бы странно, если бы вы готовили что-то, что вам невкусно. Да, нет, она очень правильно сбалансирована, поэтому, конечно же, я рекомендую отдавать особенно девочек балет, но в какой-то момент... Но это же вы сами сказали, Кристина, извините, я вас перебила, такая страшная нагрузка, такая тяжелая, неужели не жалко ребенка собственного? Вот поэтому я и говорю, что в определенном возрасте мама должна основательно поговорить со своим ребенком. Если ребенку нравится раз, если ребенку комфортно, у него не вызывает это никакого дискомфорта, да, то есть там... Потому что в школе могут, извините меня, прикрикнуть, я не знаю, как у вас, но у нас-то еще и шпильку в одно место могут ставить, подтини свой хвост, так сказать. Если ребенку все это не в тягость, как было мне, потому что в возрасте 7 лет я порвала себе паховую связку, и мне сказали, после этого ты не будешь танцевать. Я сказала, мама, я... Стану ведущей балериной Большого театра. Я буду танцевать, я восстановлюсь, я все сделаю для того, чтобы... А мама не балетная? У меня вообще нет никого в семье балетных, я просто всегда любила танцевать Польку-бабочку. Вот с этого все начинается. И мама сказала, что... Главный критерий. Давайте мы ее отдадим куда-нибудь. И вот так я пошла, потому что я родилась в маленьком городе Орел, и там была хореографическая школа, мы занимались под баян, то есть, ну, представляете себе. Прекрасное начало карьеры. И мне все это дико нравилось, и тогда мой педагог посоветовал уже маме поехать поступить в Академию Московскую. И когда я приехала, на моем потоке было 80 человек, а таких потоков было огромное количество, и поступило только 2 человека. То есть, представляете, какой был отбор. Был сложнейший отбор, мама не могла вообще поверить даже своим глазам, что я все это прошла. Но мне, видимо, так хотелось. Я помню, что все танцевали эту злополучную Польку-бабочку, да? А мне мама говорит, ты что, какая Полька-бабочка? Мы будем танцевать морячку, бескозырка белая, и вот это вот и все. Она мне поставила этот номер. Видимо, это и был главный козырь. Да, из отцовской бескозырки мне ушила, сделала, и я вышла. А тогда девочки проверялись в трусиках, я была в трусиках и в бескозырке. Как говорится, в трусах и в шапке. Да, они вас просто пожалели, Кристина. Нет, они на самом деле увидели вот Софью Николаевну Головкину, которая руководила тогда школой. Она увидела во мне вот этот огонь, и она меня позвала и говорит, ты откуда такая? Я говорю, я из Орла. Она говорит, ну, Орлица, давай к нам. Вот так меня приняли. Поэтому, если все это есть у вашего ребенка, ему прямая дорога именно в балете или в актерском. Сейчас все пойдут без козырки покупать, мне кажется. Вынесут главное из нашей сегодняшней вещи. Мне кажется, что вообще самое главное – это слушать своего ребенка и слышать его. Потому что я вот, допустим, общаюсь с ним не как с сыном, а именно как со своим другом. И я стараюсь... А он маленький же совсем еще. Ну, ему 10 лет. Ну, не такой уж маленький. Я в 10 лет уже приехала одна в Москву. Мама осталась в Орле. В интернате, да? Да, 8 лет я жила в интернате. Это тоже закалка, понимаете? Потому что многие родители очень боятся. Вот, отпускать свое чадо. Но только таким образом они смогут закалить свой характер и пробиться в люди. Кристина, у нас не так много времени. А с вас буквально, может быть, два слова скажите о телевизионных проектах. Вот вы сказали про кулинарное шоу, это YouTube. Я так понимаю, многие слушатели наши могли видеть вас в танцевальных проектах на российском телевидении. Это «Ты супер» и «Танцы», где вы сидели в жюри. Это интересный опыт для вас? Вы знаете, да. А, был мой первый, нет, второй опыт, потому что первый телевизионный опыт у меня был с Ильей Авербухом. Он делал шоу-балером, и тогда с фигуристами они танцевали. Вы тогда выиграли с Ягудиным это шоу. Мы выиграли, да, с Ягудиным. А потом уже как бы в разговорном жанре для меня, конечно же, это было сложновато, но было очень интересно. А так не скажешь. Ну, это я сейчас уже на вас тренирую. Мне кажется, вы первая такая разговорчивая балерина на моем, на моем, на моем. Вы знаете, мне очень нравится, мне нравится помогать людям. Я вообще всегда все делаю, мне так кажется, во вред себе. Я готова разбиться в лепешку ради кого-то, вот чтобы помочь или подсказать, да. И я видела резонанс, то есть я видела, что люди, которые там танцевали хип-хоп или что-то там, какие-то другие направления, они все равно меня слушали. И с некоторыми с первого сезона мы даже дружим до сих пор. Они спрашивают у меня совета. И поэтому, как бы, я вообще такой человек, который вот люблю помочь людям. Это прекрасно. Если бы у нас наш эфир сегодняшний был статьей для глянцевого журнала, то, конечно же, заголовок бы гласил Кристина Кретова, двоеточие, «Я люблю помочь людям». Мне кажется, на этой прекрасной ноте мы закончим нашу беседу. К сожалению, час подошел к концу. Но мне кажется, что главное, что вы успели сделать за этот час, Кристина, это помочь людям проявить хотя бы какой-то интерес к балету. Может быть, те, кто категорически против и совсем не хотел, и говорил, вообще это не мое, и там скучно, и там все молчат, и прыгают. Вот просто пойти, начать, может быть, с чего-то классического скорее. Смотрите балеты, потому что это очень интересно. И поверьте, все, что происходит за кулисами, это огромный-огромный труд. Но для вас мы хотим только донести красоту и положительные эмоции. Заряжайтесь от нас этими эмоциями, и будет вам счастье. Ну, лучший... Меня, кстати, когда-то мама отдала на балеты. Меня выгнали оттуда, потому что я стояла вот у этого станка. То есть все стояли, махали ногами, а я ходила девочкой к девочке и всех развлекала. Видно, что из меня получилось, поэтому очень здорово, что есть говорящие балерины, с которыми можно прекрасно общаться. Вот, ну, вышло из меня то, что вышло. Из Кристины вышла ведущая балерина Большого театра. И, ну, в следующий раз, я надеюсь, мы увидимся уже, когда вы станете примой Большого театра. Надеюсь, это будет совсем скоро. Друзья, мы прощаемся с Кристиной. Желаем ей скорейшего выздоровления, чтобы... Это опорная была? Опорная. Нога обрела точку опоры. Увидимся и в театре, и у нас. Ну, а мы с вами, друзья, услышимся в следующем часе в программе по заявкам. 263-933-617. Звоните, пишите. 0163-6565-265. Присылайте свои заявки. Не обязательно о балете, но нам с Кристиной будет приятно. Ну, а эфир наш закончит дуэт МОД и ЗИВЕРТ с песней Паруса, выбранной, кстати, тоже Кристиной. И что еще раз говорит о том, что ничто человеческое болевинам не чушно. Кристина, спасибо огромное, что вы были с вами с нами. Счастливо. Пока.